Так, ну, сегодня у нас 23 января, 23 года, понедельник, 20.00. Вот, поговорим сегодня про инновационные транспортные технологии. Как обычно, пройдемся немножко по слайдам о технологии. И потом в конце у нас будут новости, такие интересные. Ну, и в конце, еще в самом конце поделимся тем, как прошла наша поездка пятничная в Экотехнопарк с группой. Так что у нас два участника, очевидца имеются в лице меня и Олега. Ну, мы, в принципе, расскажем, как, что происходило, какие эмоции и так далее. Ну, и традиционно мы начнем, да, меня зовут Алексей Новомович. Вот, с 2014 года я за этим проектом наблюдаю, развиваю по мере возможности. Ну, и, как обычно, начнем с проблем в транспорте. Ну, и, естественно, первая проблема – это то самое насущное – это пробки, аварийность на дорогах. Вот такие вот развязки сумасшедшие, точнее, их отсутствие. То есть, в общем-то, проблема в транспорте именно на дорогах общего пользования, в городах, именно сложность перемещения для людей. Вторая проблема, менее очевидная, но тоже не менее насущная – это проблема именно в логистике, в грузовых перевозках. То есть, это контейнеры, которые приходят в порт, их нужно разгружать. То есть, это очень сложный, дорогой и медленный процесс. То есть, это проблема номер два. Проблема номер три – это связано с естественной окружающей средой. То есть, дороги находятся на земле. Вот, и, в принципе, все, что происходит с дорогами – это, по сути дела, подвержено влиянию окружающей среды. То есть, где-то песок, где-то снег, где-то вода. То есть, вода поднялась, смыла этот мост. Песок, песка, насыпанное, ветром надуло, надо чистить. Снег упал, надо. То есть, это тоже определенные и сложности, и затраты, и так далее, и так далее. Ну, естественно, это и нефтяные разливы, если мы видели, и выхлопы в городах. То есть, когда… Ну, если летом более-менее дышится в городе легко, то зимой просто чувствуешь запах гари. В носу, во рту. То есть, тоже это смог и влияет на здоровье, и так далее. Ну, и это было с точки зрения эксплуатации. С точки зрения строительства здесь проблем не меньше. То есть, казалось бы, построить обычную дорогу. Это целый комплекс мероприятий, всем нам известный. Это и вырубка леса, и снятие плодородного слоя почвы, и создание определенной подушки. То есть, это дорого, долго. Вот, ну, и как в некоторых еще местах, не очень эффективно. Вот. Ну, и постепенно… Ну, также это связано, в общем-то, с преодолением таких барьеров, как река, то есть, с горной местностью. Там это вообще отдельная история. Чтобы строить дороги в горной местности, то есть, это… Ну, и еще сложнее. Вот. И там где-то используется эстакада. Это еще и дороже, и скорость еще хуже. То есть, в общем-то, тут и, в принципе, огромное количество недостатков. Ну, и такие решения, как фуникулер, либо канатные дороги, то есть, они как бы и есть. Они кое-где решают вопросы, закрывают в горной местности, там, или преодоление препятствий. Ну, у них очень низкая скорость передвижения, очень низкая эффективность. И тоже имеют ряд, в принципе, вот этих недостатков. Но, вот, несмотря на все эти проблемы, уже идеальное транспортное решение, оно существует. Вот. И мы о нем сегодня поговорим. Это струнные транспортные системы SkyWay, либо U-Sky, как уже под новым брендом, технологии UST, Unitsky Stream Technologies, которые уже успешно демонстрировались в Беларуси. Ну, и, в принципе, основной секрет, наверное, в этих вот эстакадах, это конкретное использование струны. Струны транспортной системы. Струна, которая находится в рельсе. Рельс снаружи обычной, казалось бы, прямоугольной формой, но внутри расположение струны позволяет делать такие рельсы очень длинными, очень такими ажурными, вот, и при этом выдерживать колоссальные нагрузки. Ну, о которых мы даже в конце посмотрим. Вот это вот действующая трасса. Пролет длиной 400 метров. Вот такая вот ажурная ниточка, по которой бежит транспортное средство. То есть, ну, очень выглядит и эффектно, и в строительстве недорого. Вот, и, в общем, ну, сейчас посмотрим все остальные преимущества. Само расположение над землей обладает рядом преимуществ. Нет необходимости ровнять ландшафт, то есть засыпать озера, там, срезать горы. То есть, мы, по сути дела, делаем две опоры, над ними натягиваем транспортную линию, и по ней, по идеально ровной поверхности, уже передвигается транспортное средство с очень высокой скоростью, и абсолютно комфортно, удобно, и так далее. Вот, ну, и есть в данном случае три разновидности. Жесткая трасса, по серединке мы видим, где можно ехать и сверху, и снизу. Полужесткая, где можно ехать снизу, это верхний рисуночек. И гибкая, с провисом, потому что мы видели красивую картинку. Здесь огромные пролеты можно делать, то есть, в общем-то, такой вариант тоже возможен. Ну, и вот пример трассы уже, то есть, участка демонстрационного, который есть в Беларуси, где мы видим жесткую путевую структуру, где сверху и высокоскоростной, и снизу городской вид транспорта. Вот, ну, а сама станция, это, по сути дела, это пересадочный узел, где можно с высокоскоростной пересесть на городской и обратно, и дальше выйти, например, в зал ожидания, ну, либо куда-то отправиться дальше по своим делам. То есть, вот такой пример транспортного узла. Вот, ну, и технология с каждым годом развивается, развивается и развивается все больше. Вот, вот это были в картиночке конкретно летом, была поездка в Марину Горку, где мы пару фотографий таких вот интересных запечатлели. Вот, ну, и автором технологии является Анатолий Эдуардович Юницкий, вот, который посвятил данному проекту всю свою жизнь, вот, начиная еще с студенческой скамьи, он занимается транспортом, доктор философии транспорта, знает о транспорте все. То есть, любой вопрос, который ему задашь по транспортной сфере, он с легкостью ответит, вот, и это огромное количество экспериментов, опытов, рисунков, расчетов инженерных и так далее, и так далее. То есть, огромный путь пройден, больше 40 лет, вот, и сейчас мы видим, в общем-то, плоды творения, то есть, о которых, в общем-то, не поговорим. Огромное количество книг написано, струнные транспортные системы могут быть не только на Земле, но могут быть еще и в космосе. То есть, в принципе, это целая такая, можно сказать, индустрия. Ну и книг, в принципе, много. Вот у меня в руках вторая книга. Передо мной находится «Золотая колесница». То есть, это одна из наград, побед в одном из конкурсов, в котором участвовал струнный транспорт, как один из участников. Ну и, немножко углубляясь в детали, то есть, почему струнный транспорт намного эффективнее, чем, допустим, легковой, один из таких показателей – это коэффициент аэродинамического сопротивления. То есть, когда транспортное средство движется с высокой скоростью, сопротивление воздуха увеличивается многократно. Мы это можем прочувствовать, достав, допустим, высунув в форточку руку. То есть, мы чувствуем, какое сильное сопротивление воздуха. И это очень играет высокую роль, особенно на высоких скоростях. Ну и мы видим, что если у транспортного средства идеальная такая вот конфигурация, идеальная, по сути дела, как обтекаемый, у него коэффициент почти в 10 раз лучше, чем у обычного автомобиля. Поэтому это очень имеет важную роль именно на эффективность движения, на экономию топлива, на скорость и так далее. Ну и еще раньше, когда спрашивали, не упадет ли ваше транспортное средство с рельсов, говорили, что есть специально поддерживающие такие вот ролики. Сейчас мы уже видим, что оно не падает, уже катались. Поэтому, в принципе, тут, наверное, скорее этот рисунок для демонстрации того, что каждое колесо – это как отдельный мотор-колесо. То есть каждое колесо – это отдельный двигатель. Вот и таких двигателей четыре. И даже в том числе надежность, отказоустойчивость здесь, в том числе за счет этого, повышается многократно. Ну и рассматривая так вот модели поближе, то есть мы знаем, что есть разные конфигурации, на 6, на 14. Ну и если посмотреть с точки зрения топлива, то мы видим, что вот транспортное средство, которое изображено слева, на 14 пассажиров, которые он перевозит, в итоге выходит на 0, 120 грамм на пассажиров на 100 километров. Ну то есть маршрутка, по сути дела, которая тратит полтора литра топлива на 100 километров. То есть в обычных автомобилях там 10 литров на 100 километров, здесь тратится полтора литра на 100 километров. То есть элективность намного-намного выше за счет применения мотор-колеса, за счет обтекаемой конструкции. То есть намного-намного эффективнее получается с точки зрения топлива. Ну и резюмируя вышесказанное, то есть капитальные затраты, то есть стоимость строительства струнных дорог, он самый низкий, то есть мы видим зелененьким обозначено, то есть по сравнению с трамваем, с автобусом, с монорельсом, с метро. С метро вообще оно в десятки раз меньше, поэтому мы имеем право сказать, что это лучший вид. Эксплуатационные расходы тоже минимальные, потому как нет необходимости там снег сметать или песок, или каким-то образом латать ежегодно асфальт, там дырки. То есть эксплуатационные расходы минимальные, нету водителей, которым необходимо платить зарплату за управление транспортными средствами, все происходит на полном автомате и так далее. Расход энергии минимальный за счет применения мотор-колес, за счет эффективной формы и так далее. То есть расход энергии минимальный. При этом пропускная способность максимальная за счет того, что мы можем делать разные конфигурации, то есть там могут быть и одиночные транспортные средства, и составные, и скорость между двумя составами может быть меньше минуты, может быть 30 секунд, каждый 30 секунд, может быть каждые 20 секунд управляться в состав, и вплоть до, по-моему, до 2 секунд, то есть минимальный интервал движения между транспортными средствами. Поэтому эффективность даже может быть с точки зрения пропустой способности даже больше, чем в московском либо в минском метро. Загрязнение окружающей среды минимальное, за счет того, что это электромобиль на стальных колесах, то есть нету ни выхлопов, нету, вот это когда автомобиль износ резины, тоже на асфальте все это остается, ну нет необходимости опять же посыпать солью зимой, то есть это тоже один из факторов по поводу загрязнения окружающей среды, то есть тут здесь фактор минимальный. Транспортная аварийность минимальная, то есть за счет того, что мы поднимаем всю эстакаду над землей, люди, животные, другие машины и так далее, механизмы, то есть все находится на первом уровне, а сверху, наверху на втором этаже транспортная система, она не мешает никому и она может передвигаться очень-очень безопасно. Ну и таким образом мы можем подвести итог, сказать, что транспортная система, струнная транспортная система это самое идеальное, самое лучшее на сегодняшний день транспортное средство, которое может применяться повсеместно, выполнять любую задачу, то есть начиная от пассажирских и заканчивая грузовыми. Вот, ну и вот есть целый модельный ряд от двух местных, четырех местных, шестиместных, четырнадцатиместных, вот, ну и все это уже представлено уже в действующих образцах, на которых мы уже ездили. Вот также есть и грузовые решения, вот, которые будут вот буквально в январе-феврале уже тестироваться в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, поэтому все это уже можно наблюдать. Ну и вот хорошая картинка из Марьиной Горки, из Беларуси, где мы видим транспортные средства уже в действии, на втором этаже, то есть вот они вот так вот могут прекрасно функционировать. Ну и огромное количество есть и сертификатов, наград, патентов, все это можно найти и в электронных источниках, можно найти это и в офисе компании, то есть все это есть, все это можно изучить. Вот, в том числе компания занимается научной деятельностью, привлекает студентов к написанию дипломов, то есть в принципе, вот мы сегодня посмотрим в конце дня, в конце нашей встречи, с какими университетами взаимодействует компания, то есть, ну в общем-то новые, свежие кадры, они нужны, вот, пишутся дипломные работы, вот, в том числе, когда-то написал дипломную работу и я, обучаясь в институте бизнеса, то есть на кафедре финансовой, где защищал проект по, конкретно по разработке бизнес-плана по строительству грузопассажирской трассы из Минска в аэропорт. То есть, ну, такие вот студенты всегда рады устраиваться конкурсы, вот, и в том числе компания занимается научной деятельностью. И вот в прошлом году она прошла аккредитацию в Национальной Академии Наук и в Государственном Комитете по науке и технологиям. Ну, и в компании работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют учетное звание доцента, более 10 преподают в вузах страны. То есть, опять-таки сотрудники компании публиковали более 40 научных работ. Ну, в общем-то, вся эта научная деятельность делается. Ну, и вот кто смотрел отчет Анатолия Эдуардовича за 2022 год, вот он сказал, что с 2019 года ни одна компания частная такой статус не получала. Вот наша компания является, насколько я помню, девятой вообще среди всех частных компаний, кто имеет статус научной организации. То есть, в принципе, для научной организации стать, для коммерческой организации стать научной, это, ну, можно сказать, исключение. Ну, а наша компания, как раз так вот, ЗАО Струнная Технология, она получила этот статус. Вот, ну, и, в общем-то, тоже это повод для определенной гордости. Ну, а совсем недавно вы с вами тоже смотрели новость, что ЗАО Струнная Технология получила аттестат второй категории на право выполнения функций генерального проектировщика. Вот, то есть, помимо непосредственно транспортных решений, так как это, в общем-то, симбиоз и транспорта, и архитектурных решений, то отдельно получаются еще аттестаты на проектирование и строительство недвижимых объектов. Вот, ну, и вот здесь вот мы можем почитать, что генеральный проектировщик на право разработки разделов проектной документации для объектов строительства первого-четвертого класса сложности, а также на право оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью и осуществления технического надзора на объектах строительства второго-четвертого класса сложностей. Так вот, как пояснил в разговоре Игорь Черный мне, вот этот вот первый-четвертый класс сложности, то есть первый класс сложности, это, по сути дела, атомные электростанции. Вот, просто вдумайтесь. То есть, и компания, то есть, ЗАО Струнная Технология может разрабатывать разделы проектной документации для объектов строительства первого-четвертого класса, то есть в том числе для разработки вот атомных электростанций. То есть это уровень очень серьезный. Вот, и вот за счет этого, кстати говоря, это отдельный даже источник дохода, то есть он может вот разрабатывать документацию вот таким вот, ну, целым, огромные просто брать и госзаказы, и заказы с военки, то есть, по сути дела, это все позволяет и делать. Вот, дальше. Финансовый аудит компании. И каждый год проходят аудиты, все делается прозрачно, то есть мы можем посмотреть, на какие цели были потрачены средства, мы можем посмотреть, сколько сейчас, какой баланс, мы можем посмотреть, какая была выручка за год, то есть все это тоже делается довольно прозрачно. Ну, и как просто, как пример для сравнения с 2020 годом, то есть если в 2020 году выручка была 5 миллионов рублей в 2021 году, выручка стала уже 30 миллионов рублей, то есть она выросла в 6 раз. Вот, ну, в принципе, за 2022 год мы получим аудит немножко позже, вот, но я думаю, что это ближе будет к концу весны, вот, и мы тоже посмотрим с удовольствием динамику вот эту, пронаблюдаем, и может быть, нас порадуют там очередными хорошими цифрами. Вот, дальше, ну, вот одно из зданий, которое находится в Минске на Чеботарево, вот, компания работает уже больше 600 человек, в принципе, количество их было от 600 до 1000, то есть во время ковидных мероприятий немножко было сокращение штата, вот, ну, то есть вот в этом вот диапазоне от 600 до 1000 человек сейчас и находится количество сотрудников. Вот, за установленной технологией находится конкретно головной центр на железнодорожной 33, где находится, по сути дела, мозг, весь мозг компании, то есть это инженер, то есть где происходит как раз-таки работа над этой проектной документацией, то есть инженер, то есть, ну, вот эта вся инжиниринговая, чертежи, бухгалтерские, то есть, ну, в общем-то, весь инженерный ИТР состав, то есть, ну, голова компании. Ну, и в Шабанах находится цех для сборки, где наши руки как раз-таки и собирают транспортное средство, которое потом отправляют в Марину горку для тестирования, испытания. Вот, ну, и тоже потом в конце немножко посмотрим. Расскажем вам про стрим, который мы проводили, вот, и какие были наши вот первые впечатления, когда мы попали вот на эту площадку в пятницу. Точнее, это уже не первые впечатления, но это уже такие спустя какое-то время, мы посмотрели, что уже новенького тут появилось, как вообще там движутся дела, там просто какая-то мертвая деревня или это живой объект. Вот, ну, в конце немножко посмотрим. Вот, ну, и когда в Беларуси данная технология была продемонстрирована, то ей заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах, вот, и предложили реализовать на их земле, то есть, была выделена земля специально под проект безвозмездно, вот, ну, на которой, в общем-то, и сейчас и ведется реализация проектов вот, струнного транспорта. Ну, вот, несколько объектов, которые уже были реализованы. Вот, ну, и немножко резюмируя, ну, не резюмируя, а, наверное, такой ход истории, рассказывая про это, то есть, в 21-м году было очень много репортажей, именно и радио, и видеорепортажи, потом плавно в 22-м году перешли к... выставке в Шарджи, выставке в Дубае, последовательно 50-летие Дубая, то есть, Экспо 2020, вот, где было огромное количество делегаций, вот, и из Африки делегации, и из... это кто у нас? Та, бизнесмены из Ганы, ну, было очень... наверное, основные были делегации, это, наверное, можно сказать, африканские, индийские, вот, так, вот, европейская делегация, это ОАЭ и Индия, Австралия, Великобритания, ОАЭ, то есть, ну, в общем-то, были со всего мира, вот, все, естественно, не поместишь, но, если, как бы так кратко, то, в общем-то, все гости в восторге, пишутся замечательные отзывы, то есть, вот, спасибо за прекрасную демонстрацию, это действительно транспорт и перевозки будущего, я очень рад попытаться помочь этому проекту продвинуться как в ОАЭ, так и в моей родной Австралии, ну, в общем-то, таких отзывов очень много, вот, у нас Министерство Струнный Транспорт задействовал представителя Министерства Туризма Индии, тоже был в гостях, так, это, видимо, бизнесмены из Индии, то есть, ну, в общем-то, этих делегаций было довольно много, вот, дальше, ближе к концу года, был, проводился, во-первых, инотранс, вот, на котором уже демонстрировался наш транспорт, уже не лично, не самой компанией ЗАО Трунг Технологии, а производился презентацией от имени Министерства Транспорта Дубая, вот, на секундочку, это раз, вот, ну, и модель, саму по себе, модель подбежного состава также размещена в холле научно-исследовательского центра в Шарджи, то есть, такой институт, вот, который приютил по сути, как Сколково, либо наш парк Высокий Технологий, который занимается высокими технологиями, и один, один из флагманов вот в этом парке является как раз-таки струнный транспорт, вот, они вот тут в очередной раз как гордость разместили в холле, это выставка инотранс, вот, огромное количество и, было репортажей на радио, где уже, Олег Зарецкий, он уже как свой, дает интервью постоянно, на постоянной основе, вот, это интервью на телевидении, то есть, ну, в общем, такая медийная работа, вот, проводится, вот, нас уже узнают, много где знают, хвалят, вот, приглашают на такие вот выставки, на выставках на этих уже подписываются и контракты, вот, приглашаются гости не только в Шаржу, но еще и в гости приглашаются в Беларусь, вот, это конкретно здесь делегации из Вьетнама, вьетнамцы давно хотели приехать, но их там все не пускали, то маски, то запреты на выезды, ну, вот, они наконец-таки в конце этого прошлого года вырвались, вот, очень заряженные, красивые, яркие, побывали везде, и в головном компании, и на производстве побывали, и в экотехнопарке, то есть, в общем, там, производят, проходят такие вот мероприятия, постоянно, вот, ну, тоже мы видим, как строится все это в новостях, можно осветить, как происходит процесс строительства в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть, идет постоянная динамика, вот, ну, и, в принципе, как итоги, может, года, всем рекомендую, кто еще не посмотрел итоги года, 20-20, обязательно посмотрите, там, небольшой ролик, там, буквально 15 минут, вот, но он такими прям, ну, во-первых, вроде бы и крупными мазками, но очень в цифрах все, хорошо там все говорится, и где что началось, и какой этап мы, к чему мы подошли, вот, какие страны нами заинтересовались, и, то есть, в общем-то, такой мини-экскурс, мини-презентация, то есть, о текущем состоянии, вообще, очень-очень полезный ролик, поэтому, кто не смотрел, посмотрите, вот, ну, а кто смотрел, в общем-то, можно пересмотреть еще раз, потому, что некоторые моменты открываются снова и снова, вот, ну, и дальше, уже переходя к, к планам на будущее, то есть, вот такие вот могут быть станции, ну, в принципе, станция чем-то похожа на ту, которую мы видели изначально, ну, тут есть еще с настройкой, вот, с третьим этажом, вот, для пассажирского транспорта, ну, как пересечение, перекрестная, перекрестная развилка, вот так, так может выглядеть за городом, то есть, анкерная опора может быть, станция не обязательно одна или двух-трехэтажная, то есть, вместо трех этажей может быть 30 этажей, и, кстати, в одном из своих, точнее, не в одном из своих, а вот в последнем, как раз-таки, докладе Анатолий Дардович сказал, что один из адресных проектов как раз-таки и подразумевает вот трассу, которая будет находиться на высоте 70 метров над землей, ну, 70 метров над землей, это, по сути, дело 25-этажное здание, и вот где-то на 23-м этаже будет вот такая станция, вот, и где, в общем-то, то есть, люди раньше, чтобы перемещать, куда-то поехать, они спускались на лифте вниз, в данном случае, чтобы куда-то поехать, люди будут подниматься на лифте вверх, вот садится транспортное средство, и дальше над землей высоко-высоко передвигаться, то есть, ну, кто, ну, кто может быть пропустил, послушать внимательно то интервью, как раз таки там Анатолий Бердорович про это рассказывает, вот, поэтому, вот это тоже один, один из очень интересных направлений, вот мы видим здесь, в принципе, вот эти башни, такая вот визуализация, где они могут находиться, как в одну линию, ну, тут, в принципе, они находятся в шахматном порядке, находятся как на земле, так и в ближних водах, вот, они между собой соединены струнными трассами, то есть, нет необходимости, в принципе, в асфальтных дорогах, то есть, тому, как все соединено вот этими струнными дорогами, то есть, в принципе, люди могут, ну, то есть, во-первых, ну, это такая перспектива немножко на будущее, вот, но, тем не менее, то, куда движется, скорее всего, мир, в дальнейшие, там, 5, 10, там, 20, 30 лет, и так далее, то, что мы увидим в будущем, ну, и вот, в принципе, линейный город в единении с природой, то есть, пример трассы, струнные трассы, где каждая анкерная опора, это такая вот башня, вокруг нее живут люди, находятся на природе, в своих домах, то есть, ходят, ездят на велосипедах, пешком на велосипедах, ну, где-то вот такая вот, вот, ну, и данный вообще, линейный город, в принципе, был поддержан организацией обеденных наций, вот, и Анатолию Дарвичу Юницкому выделялись даже несколько, то есть, в частности, два гранта на развитие данной идеи, то есть, ну, так как одна из проблем, естественно, это перенаселение в крупных городах, то организация обеденных наций, она обеспокоена вот этой ситуацией, и тоже ищутся всевозможные решения, вот, по разгрузке городов, ну, по сути дела, разгрузка, это на расселение людей, то есть, на более широкие территории, вот, а чтобы люди могли жить шире, должна быть более хорошая транспортная система, чтобы люди не чувствовали какого-то дискомфорта, ну, и с учетом того, что тоже, в принципе, технологии, интернет-технологии развиваются, то, в принципе, уже сейчас даже люди начинают потихонечку из городов выезжать в сельскую местность, если есть интернет, то, как бы, уже связь с миром не потеряна, вот, ну, а такие вот линейные города, они еще больше этот процесс ускорят, вот, поэтому, перспектива на будущее, ну, и дальше, вот, если уже разрабатывать саму методологию проживания, вот, таких городах, кластерах, ну, тут есть разные варианты, вот, это могут быть и вот такие горизонтальные небоскребы, это могут быть частные дома, это могут быть, ну, такие, то есть, места досуга, то есть, ну, в общем-то, тут целое, несколько, целое отдел архитекторов, которые занимаются разработкой тех самых, вот, атомных электростанций, как вариант, вот, они могут заниматься здесь и разработкой кластерных таких поселений, вот, ну, и как линейный город способствует развитию стран, ну, в общем-то, линейный город может объединить изолированные, малонаселенные, труднодоступные территории страны, единое хозяйство с высокоэффективной инфраструктурой, ну, и вообще, насколько я знаю, если взять всю территорию, всю сушу, то всего лишь 2% суши, оно освоено человеком, всего лишь 2%, то есть еще суши, огромное количество, вот, и те все теории, что земля, ну, то есть на земле могут быть, суши там и 20 миллиардов человек, и 30, и даже 100 миллиардов человек, просто надо правильно всю эту территорию освоить, вот, и струнные транспортные системы, они могут это сделать, помочь это сделать быстро, вот, и эффективно, вот, ну, и переходя уже к текущему этапу, сейчас мы находимся в конце 14 этапа, то есть в преддверии 15 этапа, то есть по сути дела, львийная доля уже сделана, то есть по сути дела, уже ядро технологий уже заложено, то есть есть уже выработан некий стандарт, потому что когда все с нуля начиналось, было много вопросов, а какой ширины должен быть рельс, а какой ширины должно быть, а какой, то есть было много, то есть сейчас уже по сути дела вырабатывается единый такой стандарт струнного транспорта, то есть для разных решений, для легких, для тяжелых, для контейнерных, вот, и на базе этого стандарта уже, в принципе, в дальнейшем технология может развиваться намного, намного быстрее, вот, и, ну, в общем-то, не будет такого, что по территории, как, ну, я не знаю, сейчас ли есть, недавно не ездил, вот поезда раньше доезжают до границы, до Бреста, там приходится менять рельсы, вот тоже это время, и дальше уже по Европе уже другой рельс совершенно, то есть это такой проблемы не будет, то есть будет единый стандарт, и транспортные средства смогут по всему миру, на одних и тех же колесах, на одних и тех же рельсах перемещаться, вот, и не надо быть ничего перебывать, вот, ну, и по сути дела, этапы, на 15 этап, это цели на 15 этап, это достроить трассу для контейнерных перевозок, по сути дела, уже сейчас вот-вот-вот, это уже заканчивается, и в Шарджа будет демонстрация в феврале, и достроить 20 километров высокоскоростной трассы, ну, вот это скорее будет основная цель, вот, на данную цель необходима около 100 миллионов долларов, вот, у нас вроде как уже есть такие цели выставлены, по сбору такой суммы на этот, на следующий год, вот, поэтому здесь две составляющие, это, во-первых, финансирование, чтобы достроить 20 километров, но с другой стороны, это техническая реализация, то есть, должна быть такая площадка, должны быть кадры, то есть, в общем-то, когда два вот этих вот момента сведутся, то, в принципе, 15 этап будет завершен, вот, ну, и чтобы все, вот эта технология, она развивалась, то есть, у нас есть, по сути дела, два, как у птицы, два крыла, есть левое крыло, это разработчики, дизайнеры, архитекторы, инженеры, и правое крыло, это те, кто помогает проекту, финансирует, финансирует, платит зарплаты, вот, тем самым инженером, вот, ну, и эти люди, которые финансируют, для них есть специальная площадка, на которой, в общем-то, эти и финансы, они аккумулируются, вот, ну, и для аккумуляции данных финансов, есть разные предложения, то есть, и пакеты на транс, малыш, студент, то есть, вот таким вот всем миром, люди, которым нравится данная идея, скидываются, кто чем может, вот, получают взамен долю в компании, в головной, вот, ну, и дальнейшем этими долями сможет распоряжаться, ну, есть варианты и в рассрочку, есть варианты и разовых оплат, то есть, тут, в принципе, на любой вкус, на любой кошелек, есть варианты, вот, ну, и дальше, те доли, которые человек получает за свои финансы, он может либо передать по наследству, либо потом продать, то есть, в зависимости от стадии реализации проектов, ну, либо получать дивиденды, то есть, это, по сути дела, как собственность, которая, доходная, доходная собственность, которую можно передавать по наследству. Так, ну, и, поэтому, кому нравится идея развития нового транспорта, кому нравится идея вот таких вот линейных городов, кому нравится идея дивидендного дохода, кому нравятся вообще такие вот идеи, как вот это, по сути дела, стартап, который уже такой зрелый стартап, то есть, если еще когда-то начинали его продвигать на ранних стадиях, он был на картинках, то сейчас тоже зрелый такой, фактически уже готовый стартап, который уже рисков как бы их с каждым днем все меньше и меньше поэтому зрело стартап который можно смело рекомендации мы не даем вот но если человек чувствует что ему это нравится то он продвигает поддерживает вот взамен получают доли эти доли записаны в реестре дальше куда мы хотим так мы ими и распоряжаемся продаем получаем деньги либо оставляем детям вот и переходя к новостям что у нас сейчас на текущий момент происходит ну вот нас за неделю три интересных таких событий они все друг на друга похожи вот но это в принципе связано со взаимодействием с университетами вот ну и вот мы видим центра тестирования и сертификации юскай место притяжения будущих инженеров вот мы часто здесь университет индии побывал в шарджа вот юскай транспорт продолжает сотрудничать с учебными заведениями по всему миру и приглашать будущих специалистов из различных областей науки для знакомства с инновационными транспортными инфраструктурными технологиями юскай на этот раз центр тестирования и сертификации юскай провел экскурсию до студентов инженерного факультета srm university ap из индии при поддержке ю река education в рамках программа глобальное погружение то есть мы вот видим про программа глобальное погружение группа из индии экскурсия то есть уже как бы идет такой обмен опытом даже не не в рамках там до одной страны это уже меж такой меж страновое погружение в технологию то есть и в принципе то есть чтобы этих налог то есть чем больше таких вот будет взаимосвязей по всему миру тем быстрее потом проект будет двигаться по по планете вот ну река education и провайдер среднего и высшего специального образования основанный в лондоне 2014 году группой дипендиантов фонда слона из лондонской школы бизнеса юрека является крупнейшим поставщиком программ экспериментального обучения в индии африке и на ближнем востоке компания you sky transport рада возможности поделиться опытом с талантливыми студентами и вдохновить их на создание перспективных технологий и концепций которые смогут улучшить качество жизни людей во всем мире вот это ну на и на этой неделе это первое первый университет юрека индия дальше смотрим низкий станет технологии продолжает работу в рамках соглашения с брестским государственным техническим университетом вот но и здесь уже если на прошлой неделе они приезжали в минск за установки то в этот раз уже с сами наши сотрудники посетили брестский университет вот приняли участие научно-практической конференции перспективное направление инновационного развития подготовки кадров на предприятии наши коллеги представили два научные доклада о транспортно-инфраструктурных комплексах юст и позднее не будут опубликованы в сборнике научных статей вот кроме этого представители юст провели занятия для студентов университета живой интерес у учащихся вызвала не только сама технология ее особенности но и возможность выполнения дипломных курсовых и проектов а также прохождение практики для дальнейшей работы в компании вот ну то что в принципе мы и говорили что постоянно работать с университетами то есть студенты приветствуются дипломники и так далее вот ну и третья новость тоже почему я говорю 33 университета то есть юст подписала соглашение о сотрудничестве с институтом управления и предпринимательства то есть если там у нас технические кадры здесь уже идет нет то есть управленцы управленцы и менеджеры вот составе делегации вот мы видим здесь присутствовал ректор чуб николай синяк вот так же присутствует первый проректор института екатерина парфенович декан факультета повышения квалификации при подготовке людмила катькова специалист отдела менеджмента качества и мир геннадий каленов и представитель китайской компании hop education ван си хао вот гости ознакомились с работы главного офиса отдельности конструкторского бюро на встрече с генеральным директором надежда косарева историю договориться совместной деятельности в образовательной и научно-коммерческой работе на делегацию произвели впечатление масштабы производственного комплекса св-плант и сборка подвижного состава участники визита ознакомились с парком современного оборудования с помощью которого изготавливаются элементы транспортно-структурных комплексов юстер корпус юнимобилей рельсо-струнные эстакады и мотор колеса и цели накопитель энергии и другое вот от себя могу сказать что когда нас летом тоже водили на этом производственном комплекс то ну были просто ну жалко что и конечно нас запретили съемку вот но там было очень очень интересно то есть это и станки и там просто сложнейшие вот и машины то есть ну это одно такое прям грандиозное производство завершилась встреча обсуждение направления сотрудничества среди них лекционное занятие о технологии юстер для студентов чип конкурсы выпускных работ проводимой юстер научно-технические инновационные проекты экономической направленности вот как бы неделька прошла в таком русле русле уже наверное как масштабирование вот этой знаний системы знаний то есть распространения вот таком вот научно студенческом плане так ну и уже переходя к нашему пятничному мероприятию вот олег ты уже наверно можешь включаться потихонечку то есть принципе чтобы поделиться своими эмоциями вот на самом деле как вот нам прошлый раз написал александр стасинович что ребята есть inside вот это было получается в понедельник вот потом на следующий день буквально вторник или среда вышла новость что вот пожалуйста подтверждение словам александра что да уже вот висит ну и в пятницу мы получать уже сами поехали вот сами все проверить да действительно сосинович не врет вот висит транспортное средство рабочие это делают уже фасады вот ну и в общем то мы все очень посмотрели вот ну я на расчет передам слово олегу как вот он проводил у нас и стрим вот какие у него были эмоции олег расскажи поделись добрый вечер всем я очень благодарен вообще за эту поездку алексей спасибо тоже было много согласования красному год попала вот здесь эмоции очень сильно разделяются потому что тут скажем так парк большой снимать можно все что очень много чего хочется снять то связи нету то звука не было там вот но я думаю что кто-то кто-то же но то есть точнее это кто смотрел было эмоционально интересно да вот потому что были были интервью людей я думаю это шлюсть лежа есть за правильно же да вот но конечно я говорю у меня был определенный тоже стресс потому что все это как бы на словах легко когда начинаешь ты понимаешь что и здесь надо побывать и там и там но в общем мы сегодня уже обсудили и с алексеем и другими членами команды как это лучше правильно делать вот но будем будем совершенствоваться в целом вот все люди которые смогли приехать в пятницу получили колоссальное удовольствие потому что конечно же это вообще ну даже были люди которые вообще в первый раз приехали побывали внутри юникара вот и вообще в этом эко технопарке и конечно же было очень много эмоций что вот она все ездит все и действительно нам очень повезло потому что это все проходили испытания очередные да то есть там очень много умных мужчин сидел особенно на втором этаже да вот если вы видели идут работы здесь идут на улице работы и вот несмотря на такую промозглую холодную погоду да все техника движется все передвигается это конечно очень здорово да не было снега поэтому лужи были в этой траве мы там тоже как это передвигались я и мокрые и штаны грязные но эго эмоции было были переполняли потом даже хочу сказать что даже согрелись когда-то бегали-бегали вот уже как-то организм адаптировался вот в целом конечно же большой интерес был вот к этому к юни лайту вот поэтому мы тут его уже с нескольких нос со стороны эко технопарка было его хуже видно но потом это лёша вот нашел ракурс потом мы зашли на территории акварели вот там тоже ведутся активно работы все струну струны натянуты вот сейчас там это вот кабинка видите станция она уже как бы готова да то есть юни лайт сам стоит вот уже он там готовится но причина какая там запустит его сейчас не запустит вот я думаю что есть определенные причины руководства чтобы там его чуть чуть позже запустить может быть это связано еще с сертификацией может быть связано там ну естественно с испытанием будут нагружать его вот но я думаю конечно же как только начнется тепло с первыми лучами весеннего солнца наверное это тоже будет радовать вот этот вот скажем так юни лайт всех вообще белорусов и в частности я имею ввиду всех при приезжающих сюда вот в этот в акварель вот у меня такое вот зародилось еще такое мнение почему может так придерживается но это так лично сугубо мое субъективное мнение может быть это какая-то связь есть с тем что все таки первый все таки проект может быть готовится в шарже такого тоже как бы такой явно заявленный который будет большой и так далее вот может быть из-за этого так немножко придерживают скажем так открытие но в целом говорю конечно же вот те кто у меня были первый раз люди там допустим сказали очень здорово и конечно же уже хочется всем действительно ездить на этом транспорте двигаться ну я думаю что особенно когда вот в акварели пойдет наверно это будет вообще великолепно да вот это надо этим проезжать над озером скажем так над таким полем вот эти вот эко дома буду стоять мне кажется это очень здорово вот я так вот тем более наша погода она остается то то дождик идет то солнышко светит да а тут сел его как одна женщина сказала которая с нами тоже была вот как это будет там быстренько приехать на на ту же рыбалку на озеро надежда буквально вот но я думаю что будут люди кататься туда-сюда ездить чтобы только под прокатиться получить это удовольствие вот ну что еще сказать вообще очень здорово конечно я больше там работал чем отдыхал ну как бы так как когда как корреспондентом поэтому немножко такое у меня было состояние тревожности в том плане что все по успеть показать там и так далее но в целом я говорю конечно же вот люди которые были полом всем потом поблагодарили те кто смотрел стрим может быть есть кто-то это смотрел стрим тоже напишите свое свое впечатление вот ну да были какие-то накладочки но в целом всем все понравилось и и даже нас просили с алексеем 15 минут провести мы около получаса там все это делали да да и постарались везде скажем так ну вот единственное что в музей когда я зашел сказали что пропадает видео пропадает звук пропадает поэтому музей мы не показали там наверно так вот хорошее получается экранное заграждение поэтому сигнал там плохо проходил вот ну конечно вы понимаете что у нас алексей спросил что можно ли этого олега анатольевича можно ли проехать на машине чтобы там дальше дальше но это надо было опять-таки согласовывать дополнительно не вот у нас другого транспорта не было там так как он там электросамоката например чтобы тоже проехать показать но опять таки это все было под скажем так глазом руководства поэтому олег анатольевич нас далеко от себя не отпускал не вот и в общем-то да то что нам планировалось нам все показали рассказали даже больше и юникар открыли и как они ездят нам показали и опять отогнали подогнали но в общем тоже шли нам навстречу поэтому конечно же тут очень большое и яна приехала до который вот там всегда читает вот эти вот скажем так такие ну рассказывает нам оба это технопарки но в общем то действительно все было нам на высоком уровне и потом когда мы особенно зашли еще в кафе заказали уху да был это самое нам комплиментом дали горячий чай но тут вообще все растаяли потому что все согрелись такие разговоры но задушевные разговоры были за столом поэтому у меня остались очень огромные такие вот воспоминания хорошие несмотря на такой холод промозглый ветер вот мне было очень и очень здорово спасибо тоже вот и руководству спасибо алексей тебе за то что там долго договаривался но все таки вот договорился поэтому сейчас у нас есть планах тоже что возможно это будет март месяц но еще в общем то надо согласовывать опять-таки да вот и поэтому если будет возможность конечно не теряйте такую возможность быть понятно что может быть этот пятничный день не всем он удобен вот но опять-таки пишите задавайте вопросы будем просить конечно если нас будет больше можно там попросить чтобы нам открыли в другой чтобы мы там вот а так ну могу только на вопросы отвечать да так в целом и сам получил удовольствие и группа получила удовольствие вот и стрим мы дали вот допустим те кто в стриме присутствовал тоже поблагодарили люди потому что увидели что действительно все двигается все тестируется и вы когда вот такой живой действительно когда и камера трясется когда там и где-то там видно что это не постановочные понимаете когда люди волнуются наверное это тоже добавляет какого-то такого тоже драйва поэтому ну я старался по максимуму в общем то ничего не было специально срежиссировано как как было так и есть так что я получил тоже такой вот и опыт и удовольствие и надеюсь что вам тоже понравилось ну да но я тоже добавлю что когда мы приехали туда тут тоже это было к 11 утра вот и первое что меня удивило это то что мы так раз глаз направляем туда а там ездит 2 и юникар ездит и юнибус туда сюда туда сюда то есть это первый момент такой что ну что-то тестируют вот второй то есть мы потом сразу же туда и пошли то чтобы там посидеть по потрогать поездить вот потом второй момент мы поднимаемся уже непосредственно вот на эту опору поднимаешь на второй этаж а там людей тоже ну человек на 5 с ноутбуками сидят там что-то настраивает там что-то юнибус ковыряют там что-то там они на то есть идет постоянный когда спрашивать ну что там там же все же построить все готовы не там идет постоянная адаптация настройка усовершенствования то есть идут какие-то испытания то есть это постоянный такой живой проект который придет нуждается доработка усовершенствия так далее вот но и третье получается тоже когда мы подошли к вот к этой станции которая юлайт тоже вокруг нее там и сейчас понятно там где сделаются отделочные работы вокруг там что-то где-то плиточка равняется то есть тоже люди работают то есть идет видно что ну вот все живет и развивается вот и и и строится то есть как бы идут параллельно два проекта то есть и в шарже идет активная стройка вот мы за ней наблюдаем и в том части здесь идет и стройка и наладка вот и так далее и кстати говоря мы хотели подняться еще на третий этаж вот посмотреть you flash нам сказали что you flash уже увезли в шабаны вот на доработку вот еще в декабре когда мы там были он был вот я там с него снежок сдувал то в этот раз уже его не было вот поэтому идет постоянный процесс вот этих вот доработок вот ну естественно да то есть олег тоже всем по на всем особенно запомнился уже потом обед шикарная про транспорт ничего не помню да но обед был шикарный то есть ты первое второе третье и там компотность еще хочешь наливочка там или что-то еще то есть потом согрела вот ну уже довольны и возвращались домой так что все было интересно вот этика энергетика потрясающая да люди раскрепостились люди разговаривали люди ну понимаете как то вот я говорю сколько я вот сколько я раз уже не ездил и на экофест и допустим какие-то конференции там были да на какие-то сборы там были вот просто мы с алексеем детьми ездили вот это вот последний поездка вы понимаете каждый раз приезжаешь каждый раз что-то новое для себя открываешь да и в то же время каждый раз вот получаешь колоссальное удовольствие поэтому наверное такая энергетика вот у этого проекта да в действительно что она не может вот но нет вот я вот еще кто у меня в стриме смотрел я сейчас только осознал я когда зашел вот это вот юникар зашел и говорю запах за ну как там женщин стал интервьюировать груза по чувствуете запах ну вот лёшина мама сказала да запах морозного там утра такого а у меня вот я сейчас наконец-то вам произнесу это запах успеха вот это вот новый какого как заходишь новый автомобиль и вот я зашел вот я почувствовал этот запах нового автомобиля хотя бы вижу запах новизны вот это вот да вот она получается там же распахнутой двери таки нам же не закрывали нас все но вот я зашел и вот у меня до запах вот этого юни мобиля вот это вот как-то запах успеха вот я понимаю что это инновационный транспорт вот он уже есть он и не какой-то там нарисованы или из чего-то такого состоит что там это ездить не может уход посидел допустим как это будет нет это все реально поэтому вот это вот запах дорогого прекрасного экологичного транспорта запах успеха запах мне кажется вот вообще вот того что ты к этому тоже сопричастен к вот да вот и ну я например вот это прекрасно ощутил я просто горд очень что действительно вот моя маленькая маленькая лепка но она и присутствует для вот развития такого масштабного проекта поэтому я просто вот тоже вот очень горд этим и рад что мы двигаемся своим темпом до каждый кто как может но в принципе постоянно вот идут у нас какие-то обсуждения улучшение как это сделать это и вы поверьте что тоже чтобы эту поездку организовать все приложили довольно-таки много это надо было на уровне идеи потом это надо было достигнуть договоренности потом надо было собрать потом надо было доехать то понимаете все такое поэтому в целом конечно это не так что решили поехали действительно это есть определенные показ так же как вот шаржу да тоже сейчас планируется там интересная программа опять-таки не знаю там дадут нам телефоны не дадут снимать но в целом я говорю это вот тоже вот это вот преодоление себя до победа в том и в это тоже маленькая победа то что мы попали вот именно скажем так в этот экотехнопарк притом алексей еще и скажем так старался как мог и все равно сказали что алексей вы там не так сделали вот и в общем тоже получил своего рода по шапке но несмотря на это главный результат лёш молодец так что благодарю тебя тоже за это вот потому что как говорится действительно несмотря на то что были сложности с договоренностью но ты выполнил свою задачу как было запланировано 20 так мы попали поэтому тебе респект тоже и это очень здорово когда человек говорит его дело скажем так его цель достигается это очень здорово поэтому с нашей команды вот с нашими людьми которые вот и к нам приходит постоянно на наши события я думаю мы проект действительно продвинем по всему миру я тоже как говорится говорю что это и за свою скажем так команду которые которые я привел в этот тоже я знаю что то тоже все люди на своих скажем так этапах тоже также делают также вот слова не расходятся сделать поэтому я думаю анатолий эдуардович вот с такой с такими людьми конечно достигнет очень хороших результатов то есть весь наш проект вот такие дела так но у нас остается три минуты до окончания нашего времени да тут комментарии пошли спасибо за ваш репортаж и вебинар молодцы это валентина написала хоревич спасибо вам так энергетика у проекта и у самой территории в которую вложена душа гения и его соратников которыми являемся мы все написал александр 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 между прочим на три года работал на 3 если ошибаюсь вот именно там на этой земле водка в которую вложил в свою душу в том числе вот ну так что да вот ну в принципе на этом я думаю но у нас уже время подходит концу выделенное нам время поэтому всех благодарю за участие за ваши комментарии за ваше внимание за ваше время надеюсь следующий раз вы тоже присоединитесь к нашей поездки и соединяйтесь да очень здорово очень здорово присоединяйтесь поедем вместе будет весело да 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 познавательно весело и действительно команда от этого только выиграет вообще и весь проект вот ну а да по вебинарам возвращаемся сами до следующего понедельника вот ну и всех вам благ благодарю благодарю за вы всего тогда доброго вот до свидания спасибо николай спасибо